Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я работаю без выходных, прихожу домой в 19.30. Нахожусь с женой примерно до 9, мы разговариваем о ней о себе, у меня на себе остается примерно час. Стоит только мне одеть наушник и включить медитацию на ютубе или фильм, начинаются псики, начинаются обвинения, мне на неё наплевать. Тебе все равно на семью и т.д. Когда я был в отпуске 3 недели рядом с ней, было то же самое, ложусь в 22-20 с женой спать, вчера подорылся цветы. Поужинали, пообщались, после этого отдел наушники, начал смотреть ютуб, опять начали с упрек. Я после упреков начинаю злиться, пытался не поговорить на эту тему, в ответ слышу, ты никогда не говоришь спасибо поцелу, но не поцелуешь и не обнимешь. Я всегда говорю спасибо поцелу, но редко забываю её поблагодарить за ужин. На Блазсора я с ней лежал в обнимку, и минут 10, и спустя 15 минут, мне говорят, что это за человек такой, никогда не обнимешь, не поцелуешь. С работы её встречаю, поцелуем. По телефону всегда я дома говорю ей, что её люблю. Сказать, пожалуйста, где я перед ней виноват. Я уже устал, я живу как на бараховой бочке, она может обновить целый прекрасный день после совместных прогулок по паркам цветов своими претензиями. В кафе ходим регулярно, сейчас она со мной не хочет жить, из-за того, что я спильчивый во время её претензий. Может, я вовсе её не люблю, раз недостаточно дарю ей заботу. Сочувствую, сочувствую вашей ситуации. Я думаю, что, конечно, лучше всего, что вы можете сделать, это обратиться к психологу за совместной консультацией, чтобы поработать, ну, поработать на эту тему, обсудить этот вопрос. Ну, я имею в виду, вот, то, что у вас, то, что у вас в семье происходит. И, соответственно, после этого было бы более понятно, как бы, из чего растут науки. Без предыстории можно сказать, что ваша жена хочет вызвать у вас чувство вины. То есть, чувство вины в данном случае является, как бы, принижением вас, да? То есть, когда вы чувствуете себя виноватым перед ней, перед ней, то вы, как бы, ниже её, получается. Вот, возникает вопрос здесь, да, такой, на мой взгляд, достаточно, ну, логичный. А для чего бы вашей жене вас принижать? Ну, то есть, зачем? Вот, есть ощущение при том, что вы описываете, при том, что вы рассказываете, есть вот такое ощущение, такое ощущение, такое чувство, что... Оно с вами как будто бы борется. Есть ощущение, что оно с вами как будто бы конкурирует. Вот, есть такое чувство на самом деле, что вот... С вами идёт какая-то борьба, а с вами идёт какая-то конкуренция. Вот. И это вот история про то, что вашей жене как будто бы некомфортно рядом с вами. Чувствовать вот своё, ну, своё, знаете, своё состояние какое-то, да. То есть, вот, лично мне пришла в голову мысль о том, что ваша жена не чувствует себя с вами на равных. Вот. Такое у меня ощущение, ладно? Ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения, вот, ну, того, что я знаю. То есть, есть такое чувство у меня, по крайней мере, что ваша, супруга не ощущает себя комфортно. Почему она не ощущает себя комфортно? Это вопрос, конечно. Это вопрос, конечно, очень интересный. Вопрос, на который надо бы обязательно найти ответ, потому что... Это, очевидно, такая, ну, достаточно серьезная и достаточно такая вот, получается, получается, достаточно беспокоящая и её, и вас тема. Соответственно, я думаю, что в этом ключе как-то нужно, конечно, поисследовать. Вам, вам желательно освоить навыки бесконфликтного общения, такие как, например, ясообщение, вот, в целом, посмотреть на то, как вы выстраиваете разговоры. То есть, что именно вы, допустим, да, говорить, как именно вы выражаете свои мысли, как именно вы высказываете. А, значит, вот, свои желания, свои потребности, вот, то, что вам хочется и так далее, на это, как мне кажется, нужно обратить внимание. Ну, и если ваша жена согласна с тем, что то, что происходит, это проблема, то, конечно, имеет смысл обратиться к психологу и поработать, участвовать вам вдвоём. Вот, но если она не хочет, если она не считает этой проблемой, если она не идёт на контакт, вот, то всё, что вам можно, это говорить о своих чувствах и приучать человека к тому, что... там, ваша, ну, ваш выбор, что-то делать, не является отвержением её. Вот, ну, такая вот история. Ещё мне показалось, что ваша жена, возможно, просто, в принципе, болезненно реагирует на то, когда... ну, приглашает внимание с неё на, допустим, что-то другое. То есть, ну, может быть, может быть, такая история, может быть. И, возможно, вы тоже много чего для неё делаете, то есть, есть ощущение, что вы её, вот, ну, в какой-то степени, возможно, избавили. То есть, опять же, здесь важна история, эм, история в ваших отношениях, вот, потому что без истории сказать что-то так однозначно довольно сложно и, наверное, даже не хотелось бы, чтобы не, эм, ну, не вводить в заблуждение вас и не давать какую-то ложную информацию о том, что происходит. С чувством вины вашим нужно поработать, на мой взгляд, это злость на супругу, вот, злость, значит, эм... вполне оправданная, потому что нарушаются ваши личные границы и, по сути, нарушается ваше личное пространство. И это нормально, нормальное чувство злости, но о нём нужно, эм, правильно говорить. Вот, опять же, если, эм, желание своей жены вы стараетесь угадать, да, и стараетесь слышать, то слышит ли она вас? Как вы говорите о себе, как вы размещаете себя в отношениях, потому что, да, есть ощущение, что в этом плане, эм, ситуация достаточно односторонняя, то есть, что... желание жены вы, вы её слышите, а она ваше желание не слышит. А может быть, вы о них и не говорили-то никогда, может быть, вы их замалчивали всё время до определённого, эм, ну, до определённого момента, скажем так, скажем так. Вот, поэтому это очень важный момент, на который нужно обратить внимание в целом. В целом я бы рекомендовал вам взять самому консультацию одну или две, чтобы сложилась картинка ваших отношений. А дальше уже предложить жене поработать вместе с вами, с психологом, просто чтобы, ну, понять вас лучше, да, и услышать, как бы, вашу историю. А дальше будет видно уже, как решать, в каком направлении идти. Как-то так. Я думаю, что, да, с чувством вины в любом случае вам нужно поработать, потому что с чувством вины не лучший мотиватор для выстраивания отношений, мягко говоря, с чувством вины не лучший мотиватор. Вот. А дальше будет видно. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Давайте посмотрим. keit. Продолжение следует...